Приветствую вас, дорогая церковь! Как брат сегодня говорил, я немножко волнуюсь, потому что сказали, что с этой кафедрой говорится для взрослых. Знаете, это намного сложнее, труднее, но вспоминаются слова Господа нашего Иисуса Христа, «Кто не умолится, как дитя, не увидит, не войдет в Царство Небесное». Поэтому хотелось бы, чтобы наши сердца были такие же, как сердца вот этих детей, чтобы они воспринимали слова, которые будут читаться с этой святой священной книги, они могли восприниматься с верой, с доверием, без всякого сомнения. Я хотел сегодня вместе с вами, это, конечно, ответственная тема, и когда я подумал о том, что я могу лично сказать о всемогуществе Божьем, я понял, что я очень слабый, косноязычный человек. Я представил себя на месте Моисея, который заикался, который не мог пару слов сказать, что я могу сказать о всемогуществе Бога, который сотворил небо и землю, в руке которого все. Говоря о всемогуществе, о слове «всемогущий», или с английского перевода «almighty God», это то, что может делать абсолютно все, что власти его абсолютно все, и нету ничего невозможного. Я хотел начать свое слово с книги пророка Иеремии, с 32 главы, с 27 стиха. «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» И вот этот маленький отрезок из Священного Писания, маленькое слово, когда Господь говорит пророку Иеремии, знаете, за ним стоит большая история. И вот начиная с этой истории, я хотел бы вместе с вами как-то о ней поразмышлять и начать свое повествование о всемогущем Боге. Потому что я ничего лично не могу сказать, я могу только прочитать, найти те места, которые подтверждают, что действительно Писание, что сам Бог говорит о себе. И вот эта история начиналась тогда, когда пророк Иеремия был заключен под стражу. Он не сидел в темнице, он не сидел в тюрьме, но он не мог выйти за пределы вот этого царского двора, его охраняли. И вы знаете, Господь ему открывается и говорит, Иеремия, к тебе придет человек, к тебе придет двоюродный брат, и он попросит у тебя, чтобы ты купил у него поле. Действительно приходит его двоюродный брат и предлагает ему туда, где он охраняется, в тот царский двор, где он не может выйти за пределы этого двора, и предлагает ему Иеремия, купи у меня поле. У меня нету других родственников, которые могли бы по праву купить у меня поле. Иеремия понял тогда, что Господь действительно ему открылся, и это действительно Слово Господа. И он повиновался этому Слову. И вот, знаете, когда я читаю вот это событие, вот эту историю, у меня возникает много-много вопросов. Когда мы знаем действительно, что происходило в то время, Иеремия не просто так был посажен в темницу, или когда его охраняли, он пророчествовал о том, что город Иерусалим будет взят царем Навуходоносором, и все люди будут уведены в плен. И ему, естественно, не хотели верить. Но в то самое время, за городом этого Иерусалима, враги насыпали вал, для того, чтобы покорить этот город. Этот город был окружен врагами. Люди, находящиеся внутри Иерусалима, они думали, останутся ли они в живых. У них кончалась еда, у них кончалась вода, у них не было никакой надежды. И вот в это самое время приходит двоюродный брат и говорит, купил меня поле. Знаете, сейчас в наше время, часто мы совершаем такие сделки, мы продаем, мы покупаем. Кто-то покупает участки для строительства дома, кто-то покупает участок для того, чтобы, может быть, через несколько времени или лет, когда цена возрастет, продать его с выгодой для себя, чтобы, может быть, сделать какие-то ценные вложения, чтобы деньги не потеряли свою силу. А участок земли, он всегда годный. Для того, чтобы пройдет какое-то время, ты его можешь продать и получить свои деньги. Но не в то время, дорогие друзья, если бы сейчас город Спакен страдал от того, что нас окружили, и мы не можем ничего сделать, у нас кончается провизия, и у нас кончается то, что покушать, у нас кончается еда. О каких полях, дорогие друзья, вы бы сегодня рассуждали? Знаете, цена была маленькая, цена была небольшая, но каждую копейку, когда люди находятся в окружении, мы сегодня представляем, что испытывают люди там, на востоке Украины, когда у них нет денег, когда у них нет пищи, они ищут варианты, как бы прожить еще один день. И когда, представьте, придут к ним люди и говорят, купил меня поле. Пророк Иеремия повиновался. И написано, что при свидетелях он отвесил, поставили весы, как это было по закону иудейскому, созвались свидетели, пришел священник, написали купчую, bill of sale, как у нас здесь принято говорить, расписалися, вложили ее в глиняный сосуд на многие-многие года. И вот, когда эта сделка совершилась, пророк Иеремия произносит такую молитву. И он говорит, о Господи Божий, это первые слова пророка Иеремии, «Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Это слова пророка Иеремии. И он говорит, перечисляет все чудеса, как Бог совершил эти великие чудеса с народом израильским, когда Он вывел их из земли египетской. И Он это все говорит, повторяет в своей молитве, и вдруг в конце Он говорит, вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. И город от меча, и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется. И вот ты видишь это. И последние слова, а ты, Господи Божий, сказал мне, купи поле за серебро, пригласи свидетелей тогда, тогда, когда город отдается халдеям. Как вы думаете, в начале молитвы Иеремия, пророк Иеремия, это могущий человек, сильный человек, который слышал слово Господа. Он все это говорит, Господи, я знаю, что Ты велик, я знаю, что Ты всемогущ, я знаю, что Ты можешь все. И тут же он говорит, Господи, ну Ты же видишь нашу ситуацию. Вот-вот, только остается, может быть, несколько дней, и враги возят от города Иерусалим, и Ты говоришь, купи мне поле. И он высказывает вот это сомнение против того, что Бог действительно всемогущий. И за этим говорится, и было слово Господне к Иеремии. «Вот я, Господь, Бог, всякой плоти, если что, невозможное для меня». Дорогие друзья, часто в нашей жизни мы тоже допускаем вот такие сомнения. И иногда кажется, что, ну что Писание? Да, мы читаем истории, мы читаем много слов, когда Бог говорит через свое святое слово, что я Бог всемогущий, что для меня нет ничего невозможного. Ну как это применить в нашей собственной жизни, когда у меня столько переживаний, когда у меня что-то не ладится, когда у меня что-то рушится. И мы, как пророки Иеремии, часто называем Господу, «Господи, ну Ты же видишь, ну Ты же видишь мои обстоятельства, Ты же знаешь, а Ты от меня что-то требуешь». И тогда говорит Господь. Знаете, вот эти все сомнения, которые посылает враг душ человеческих, потому что он лжец, потому что он отец лжи, потому что от начала он начал обманывать и посылать сомнения в сердца людей. И нас сегодня Господь с самого раннего утра ободряет и говорит, что для меня нету действительно ничего невозможного. «Я есть Бог всемогущий». Всемогущий Бог Эль-Шадай. Бог, у которого в руке вся наша жизнь, все наше дыхание. С таким именем первый раз когда-то Бог открылся отцу Авраама. Знаете, ему было 99 лет. это был человек, у которого уже потерялась всякая сила. Это был пожилого возраста человек. И вот Бог к нему приходит и говорит, «Я Бог всемогущий». Эль-Шадай. «Ходи предо мной и будь непорочий». Знаете, я думаю, что каждый из нас вот здесь сидящий, я не знаю, как молодые люди, но люди, которые прожили немного жизни, они могут прекрасно сказать на своем личном примере, на примере многих других родных или близких или друзей, насколько действительно Бог всемогущий и Он являет свое всемогущество в нашей жизни. Я только несколько моментов хочу сегодня говорить о том, что, наверное, близко нашему сердцу и близко нам, живущим на этой земле, о том, что действительно Бог имеет свое могущество в нашей жизни. Он имеет полную власть. И говоря о начале творения, как сегодня брат уже говорил, детям, пускай наши сердца будут тоже такими детскими сердцами, чтобы понять, что Бог словом своим так написано, сказал Бог и совершилось. Сказал Бог и отделил воду от воды. Можете представить, я не знаю, как можно отделить воду от воды. И стала твердь, и стало небо, и стало море, и стала земля. Всемогущество Божие мы не можем действительно представить и даже передать это своим слабым человеческим языком. Сказал Бог. Насколько это должно быть близко нам, что иногда в нашей жизни говорит Бог. И может быть, мы в старом возрасте, как Авраам, и силы у нас больше нет. И может быть, мы в таких стесненных обстоятельствах, как Иеремия, и у нас нету больше выхода. Знаете, самое интересное, что когда я читал о пророке Иеремии, он так и не вернулся в Иерусалим. Он и так и не воспользовался вот той покупкой, которую он сделал. Вот это поле, оно было ему бесполезное. Он отвесил за него серебро, но он им так и не воспользовался. Я не знаю, почему. Может быть, Бог сделал это для того, чтобы в нашей жизни не было никакого сомнения, когда нам говорит Господь. Но он так и ушел в плен, и в Египте он умер. Как часто в нашей жизни мы иногда строим планы и думаем, что мы вложим хорошо деньги, сделаем то и другое, пойдем в тот или другой город, построим, будем праздновать, у нас будет все благополучно, будет все хорошо. Но иногда Бог ставит нас в такие стесненные обстоятельства для того, чтобы мы действительно стали намного ближе к Богу, потому что для Него вот эти все наши приобретения, вот эти все наши покупки, вот это все наше серебро, оно не имеет никакого значения. Для Него цена наша душа. Второе. Бог имеет полную власть над всеми светилами земными. Есть в Писании интересное место, когда Иисус Навин, была большая битва. И вот нужно было ее закончить, а наступал вечер. Нужно было своего врага добить до последнего, чтобы он больше никогда не причинял вреда народу израильскому. И он помолился Господу, Господи, останови солнце! Я не знаю, для детей это сейчас мы можем рассказывать, но взрослые в своем уме могут представить, ну как это можно остановить солнце? Знаете, это был самый длинный день во всей жизни всей планеты. Больше такого дня не было. Так написано, остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого. И там интересно, ибо Господь сражался за народ израильский. Если что невозможное для Бога, дорогие друзья, мы никогда в жизни, может, этого не испытаем, чтобы мы видели, что солнце стоит и не заходит к закату. Но мы читаем это из Писания, и мы верим, что так оно и есть. Многие люди подвергают это место такому скептическому анализу. И знаете, на удивление, они нашли очень много рукописей разных народностей, и Китая, древних народностей, и Ирана, и Пакистана, и других, когда люди описывают, что был такой день в истории человечества. Это был самый длинный день, не могли ничего понять, солнце стоит и не заходит. А в то самое время Господь сражался за народ израильский. Есть ли что невозможное для Бога? А потом написано, что камни начали падать с неба, потому что Бог стал помогать своему народу. Он понял или понимал, он видел, что уже усталость такая наступила, что народ израильский уже сам не способен что-то дальше делать, и Он ему помогал. Я Господь, Бог Твой, есть ли что невозможное для меня? Эль-Шадай, он имеет свое могущество или всемогущество над всеми царствами земли. Было такое время, когда один гордец вышел, я думаю, что вы знаете имя его, и посмотрел, говорит, не я ли это все создал, не моими ли силами, или усилиями, не моей ли мудростью, не моей ли рукой я это сделал все. Говорят, Вавилон в то время процветал, были навесные сады, была вода в городе. Это было действительно царство в пустыне, если мы знаем, это современный Ирак, ничего там хорошего нету, но на то время это был благодатный край. И вот Валтасар вышел, посмотрел, не я ли это все сделал. Знаете, Господь совершил свое всемогущество над этим человеком. Этот человек полностью потерял разум. И Библия описывает, какое страшное время у него было, когда он был как животное. Он ел траву, он зарос, у него были ногти длинные, никто с ним не общался. Он был полностью отторгнут от общения человеческого, и там Господь говорит, и ты познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Дорогие братья и сестры, сегодня на страницах Фейсбука и вообще на интернете столько полемики насчет того, что происходит. И действительно, есть люди, которые сильно переживают за это. Они переживают за свою бывшую родину, в которой они были, родились, жили. И им действительно трудно и тяжело смотреть на это все, что происходит там, сегодня на Украине. И они высказывают свое мнение до такого негодования, до того, что раздражаются, начинают доказывать свою какую-то правоту или еще что-то. И знаете, мы жили буквально 40 километров от границы, там, где все это происходит. И для меня это тоже больно, потому что мы каждый месяц своими родными пытаемся чем-то помочь нашим родным и близким там, которые находятся в зоне вот этих боевых действий. И вроде бы сейчас все может быть затихло, хотя все равно продолжают стрелять и убивать. И вот эти все провокации. Но люди живут в то самое время, как жил народ израильский. Я сегодня не зря говорил, у них хлеба нету, за что купить. Сегодня Господь говорит к нам, есть ли что невозможное для меня? Господь проявляет свое всемогущество над всеми царствами земли. И если мы действительно доверяем, что Бог есть, Бог всемогущий, то мы должны положить свою руку на наши уста и молчать, и доверять Богу, что Он делает в этих царствах, потому что это в Его власти, потому что это в Его могуществе, потому что Он допускает это для жизни определенных людей в определенное время. И мы не можем судить Его. Мы ничего не можем сказать, потому что слаб наш язык и разум. Таких примеров мы очень много видим из Писания. Когда Бог действительно снимал царей, поставлял их, использовал их в своей руке, как Он говорит, Египет, это палка в руке моей. Что ты бьешь палку? Что ты ругаешься на палку? Ведь рука бьет, а палка просто является инструментом в руке моей. И мы должны это действительно понять, что Его всемогущество, оно продолжается и в наше время, и оно будет до последнего. Многие люди могут подвергать этому сомнению. Дорогие друзья, сомнение, как мы уже говорили, оно отлукавло. Мы должны доверять этой книге, мы должны доверять Богу, Который ведет нас. Он имеет власть. Когда-то Христос стоял перед Пилатом, и Пилата тоже была власть. И Он говорит, не знаешь ли, я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя. Христос говорит, не имел бы ты никакой власти. Не было бы у тебя никакой власти, если бы это не дано было тебе свыше. Дорогие друзья, мы христиане для того, чтобы светить каждый на своем месте, чтобы осолять эту землю, или это то место, которое нас Господь поселил. И если мы будем сейчас раздражаться и показывать свое негодование на тех или других правителей, то мы неправильно поступаем. Мы должны действительно сказать, Господь есть Бог всемогущий. Нету ничего невозможного для Него. Все, абсолютно все в Его руке. И я должен просто-напросто смириться перед Ним. Знаете, Господь имеет власть и могущество свое над нашими болезнями. Этого у нас не перечислить. Этого мы можем каждый из нас, и молодой, и старый, и пожилой, можем перечислить сколько угодно, что у нас происходит в нашей жизни. Очень многие из нас попадают в госпиталь. Очень многие из нас получают какие-то определенные белы, когда мы приходим из госпиталя. Нам нужно за них расплачиваться. Очень из нас многие не могут получить ту или иную работу, потому что у нас есть какие-то определенные заболевания. Но Господь есть Бог всемогущий, и нет ничего невозможного для Него. За последнее время, находясь даже в этой церкви, я слышал очень много примеров того, что Господь имеет власть, и Он всемогущ над тем, чтобы исцелять. И далеко ходить не надо. Он может это делать. Когда-то Иезекия заболел смертельной болезнью, царь Иезекия, и он сильно опечалился. Это был праведный царь, он был хороший человек, он поступал по слову Господню, но он заболел. Сильно огорчился, опечалился, молился Господи, за что Ты посылаешь мне такие обстоятельства жизни? Я еще не старый человек. Господь услышал. Господь послал своего слугу, пророка, говорит, пойди, скажи ему, что ему добавляется еще 15 лет жизни. Разве это не всемогущество Божие? Я вчера слушал, вернее, смотрел видео с конгресса, очень было приятно послушать некоторых братьев, которые действительно на примерах своей жизни много рассказывают. Виталий Корчевский, он рассказывал о том, когда ему было 18 лет, ему сделали диагноз рак легких и сказали, что это было последние твои дни, и когда к нему пришел отец-служитель еще с одним братом, и задали ему самый простой вопрос, ты готов перейти в вечность? И когда задается такой вопрос, ты готов завтра или послезавтра, или может быть через пять минут уйти в вечность? Я говорю, нет, не готов. Они вместе с ним молились, потом другой брат ему просто сказал или задал другой вопрос, а ты хочешь жить? Я говорю, да, но если я буду жить, то я не хочу жить так, как я жил раньше. И Господь сделал действительно это чудо, уже ему может быть больше, чем 60 лет, и он до сих пор славит и прославляет имя Господа, но действительно Господь являет свое всемогущество над нашими болезнями. Он говорит, я Господь, и нет ничего невозможного. Дорогие друзья, очень много людей умирают, очень много людей не исцеляются от своих болезней, и очень много людей так и уходят. Но это не значит, что Господь не может совершить это чудо в определенных людях. Я думаю, что у тех людей Он их определенно подготавливает. Он готовит их к тому, чтобы они перешли. Он укрепляет веру. Он дает мир, тишину и спокойствие. И это тоже Его всемогущество. Если сегодня у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, мы не имеем права говорить Господи, ну почему, ну за что, но я же вот все. Мы должны доверять Ему, потому что Бог есть Бог всемогущий. Самое важное, мне кажется, что наш Бог, Бог всемогущий, Он имеет свое всемогущество сейчас над смертью. Посланники Ефесянам 1 главу с 19 стиха читаем. Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Тяжелое место и сложно, но когда мы вдумываемся в то, что Господь написано по величию всемогущества Его в нас. И величество всемогущества Его было в том, что Он послал Сына Своего Единородного для того, чтобы Он совершил эту победу над смертью. И теперь даже те люди, которые уходят к Нему в Господи, они для Него живые. И Он дает нам эту надежду и упование на Него, что Он имеет эту власть, Он имеет это всемогущество. Даже те родственники наши, близкие и любимые сердцу нашему, когда которые ушли, мы имеем такую великую надежду на то, что мы с ними обязательно встретимся. И пускай ничто и никогда и никто не сможет поселить в нас какое-то сомнение в наше сердце. И никто пускай не положит вот это сомнение, что Господь бессилен что-то сделать в нашей жизни. И для определенных людей Он еще проявит свое всемогущество. И Он проявит всемогущество в ваших болезнях. Он проявит всемогущество в наших обстоятельствах жизни. Он проявит всемогущество в царствах. И мы будем свидетели этому. И говорить, это Божья рука соделала это. Знаете, в нашей жизни мы тоже должны чему-то научиться из этого примера. Послание к филиппийцам написано так. 4 глава 12 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он пишет, что умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Я научился. И вот это пожелание нам сегодня, чтобы видеть всемогущество Бога, нам нужно научиться проходить через вот эти обстоятельства, которые посылает нам Господь. И если сегодня враг душ человеческих говорит, что посылая нам такое сомнение, что ты не можешь этого сделать, что Бог не имеет силы, что Бог не может это совершить, то вспомните Авраама, когда Бог ему сказал, ходи предо мной и будь непорочен. Тяжело быть непорочен. Тяжело сохранять свою чистоту, чистоту своего сердца, когда может быть какие-то стесненные обстоятельства. Ходить пред Богом Это значит, не просто встал и пошел. Хождение пред Богом – это показывает свою непорочность там, где мы есть. Показывает свою непорочность в семье, показывает свою непорочность на работе, показывает свою непорочность в церкви. Это ходить, это каждый день, это действия, это наши поступки, это наши слова. Пускай сегодня Господь скажет еще более. Я знаю, что это только какие-то мельчайшие песчинки того, что мы сегодня говорили о всемогуществе Бога. Но самое прекрасное то, что Господь, Он нас утверждает и укрепляет нашу веру. Он дает нам более укрепляться в надежде на Него, на то, что все, что происходит, это по Его воле, это в Его руке. И нет ничего невозможного для Него. И мы можем, мы можем ходить непорочными. Нам нужно научиться, как научился апостол Павел. Прославим нашего Господа за Его могущество в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Аминь.